Ай, какая красивая девушка. Её сынок называет тебя папой? Нет, зовёт дядя Ануром. А ты хотел бы, чтобы называл тебя папой? Ну, если он сам захочет. Но я бы хотел стать ему отцом, настоящим. Не на словах. Понимаешь, хочу, чтобы он полюбил меня, как отца. Ну, а когда у тебя будут собственные дети, ты будешь любить его, как родного? Конечно. Я ведь так люблю его маму. Ой, дорогой ты мой. Как приятно слышать от тебя такие слова. Ты правда так думаешь, тётя? Разве могу я думать как-то по-другому? Ну, не знаю. Мама не одобряет мои идеи о свадьбе. Я подумал, что она и тебя убедит в этом. Ах, я знаю, что такое любить по-настоящему сыну. Я полагаю, тётя с племянником обо мне сплетничают. Ай, ну, конечно же, дорогая. О ком же я ещё могу сплетничать, а? А вот и чай. Ох, красота. Спасибо тебе. Ты вообще не собираешься стареть, да, Фердерс? Ой, ну что вы, не смущайте меня, Битель Ханым. А что такого, дорогая? Ты совсем не меняешься. Иди-ка сюда, иди. Я делала подтяжки. А чего ей стареть, Битель? Разве в этом доме есть такая уж утомительная работа? Ну что же ты, мама, меня за человека не считаешь. Неужели тут, по-твоему, совсем нет работы? Дорогой, давай сейчас не будем об этом. Не обижайся на меня, Фердерс. Я имела в виду, что здесь не живёт семья с детьми. Ты здесь ни при чём. Конечно, приятного аппетита. Послушай, Фердерс, во вторник я уезжаю в Бодрум. Давай уже назначим дату встречи. Ну, пожалуйста. Давай встретимся, когда ты вернёшься, Битель. Не будем излишне торопить события. Нет уж, милая. Я хочу познакомиться с этой красивой девочкой до отъезда в Бодрум. Если я не ошибаюсь, ты хотела найти момент, чтобы помириться с Шахризат. Вот подходящий повод. Хорошо. Вечер понедельника подходит? Наконец-то ты назначила дату, мама. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.